привет не знаю в какую часть блога войдет это видео так же как секретами от паши иммануила канта короче мы сидим в кафешке сейчас он покажу как она называется это прямо около медового моста сеть здесь что такое васаби короче мы едим суши в 9 часов вечера 40 процентной скидки ждали катались на велосипедах на самокатах электрических разговаривали с нашими подписчиками в telegram канале вот и тут короче вчера мы первый раз об этом узнали может быть тогда когда вы приедете соберете сюда вот рядышком здания это ресторан который называется маяк октябрьская 2 а и вот рядышком вот это вот кафешка небольшая до внутри из домики в домике господи днем достаточно дороговато но суши реально вкусные роллы но если вы сюда придете без 10 9 выберите себе набор остаются и будете делать вид что выбираете еще 10 до как как мы из другие здесь коренные жители так скажем или жители просто калининграда или ближе ближайших вот этих вот районов вы просто можете к процентной скидкой и они нереально нереально просто вкусные мы давно таких роллов не ели я в принципе показал адрес сказал адрес не сопли просто текут от того что васаби очень хороший острый а как называется кафе чем выйдем я вам покажу как она называется здесь сеть вот это вот суши роллы на другой стороне там есть у них рыбная лавка там продают всякие бургеры с рыбой и что-то еще по-моему да ну в общем мы сейчас просушу с вами говорили и потом вам покажу рыбную рыбную лавку который тоже там со скидкой а я думаю 40 процентный это просто лицо крупным планом в общем ладно ставлю кушаем а то паша меня ждет если будете в калининграде там прямо вот реально опция отдельная где можно вечером без 10 9 спокойно поужинать и знаете что в калининграде если вы немножко любите переложиться к чему-нибудь к крепкому алкоголь продается до 9 часов вечера и начинает продавать с десяти утра немножко позже и раньше чем во всей россии так с новым вечером на острове канта не знаю в какую виду вверх какая вот же солянка какая-то будет там перед нами идет группа из стулы немножко прохладно вечером да ну человек обещал рассказать нам еще один нет 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 я включил видео для чего нет это точно что-то меня еще нет сейчас идем к могиле кант ты еще рассказываешь один секрет чоку ел что простите наши родители но это контент не только же для вас а для и других зрителей поэтому считайте что это просто литер литературный этот подклад думаю он сын а он читает табличку но это ну что я буду записывать мы мы тоже группа из стулы маги лаканта все сына и также ему скажешь что это все секреты твои расскажет могила немецкого философа минуи лаканта ой господи на 1924 году по проекту архитектора ларса ну года рождения 1724 года ухода 1804 год но это на самом деле та самая могила и ванны лаканта вот и все чё рассказали как будто все таки философы прямо фотографируют ну вот она такая есть видите как выглядит представляете да что здесь сохранен реально тот самый философ который проходим и все кто получал высшее образование в любом учреждении любом там где была философия вот тот самый кант а то что вот знаковый для нас важно 1724 Очень громко, женщина, говорите. Мы подслушиваем. Можно проходить в таком платье. Ну что это такое? А ну что матрас? Советского времени. Так потому что матрас проходил. Смотрите сразу же сердечко в это сердечко. А он рассказал про сердечко им? Да? Точно? Сука. А что они не посчитали? А что никто не посчитал, он не проверил? Неинтересно рассказал? Да потому что здесь талант один. Ты и я. Ну ладно, два. А давай монетку закажем кого-нибудь. А здесь не монетки. Здесь эти, ну это тоже неинтересно. Они вот тут круглогодично находятся. Сотка. Магнит какой-то за сотку. Смотрите, показывали вам видео с этого Солнечногорска. Да, там по копейкам все это продавалось. Вот смотрите. Цены реальные. Маленький. Вот такой вот. Смотрите, какой лежит из интеря браслетик. Семьсот рублей. Шестьсот рублей. Тысяча рублей. А там все по триста, по двести пятьдесят, девочки. Берите не хочу. Девятьсот рублей. Вот. Кстати, вот я бы такой, наверное, мужской какой-нибудь купил бы себе. Но больше хочется какой-нибудь кожи. Да, кстати, кожу хочется. Жесткую плетку какую-нибудь. Не верьте, то что вам... Какой-то смотришь. А, он решит. Я вспоминаю, что мы ходили. Мы же ходили там на экскурсии. Сами ходили там вверх. Гошечки маленькие. Да, вспоминаю. Вспоминаю. Ну, мы были, да, на экскурсии. Ну, что-то мы там снимали, пытались. Но там неинтересно, на самом деле. Но смысла особого там что-то как-то мы не нашли. Изыскать время, чтобы он... У меня столько, говорит, секретов по канту. Столько секретов по канту. И ни один больше не рассказал. Блин. Потому что у него больше нет секрета. Будете в Калининграде, берите вот такой... Отстань. Берите вот такой вот марципан немецкий. Очень вкусный. Вот такой. Очень вкусный марципан. Продается... Мы его, кстати, как-то разыгрывали нашим зрителям постоянным. Когда мы только вот были в Калининграде, мы такое вот разыгрывали. Это залетный зритель единственного... Магнитики. Это... Магнитик тоже стоит денег. И стоит 100, 150, 200, 250 рублей. И вот когда люди пишут, магнитик, вот ты хотя бы кому-то подарите 100 рублей. Вот просто вот из кармана. Даже не магнитик. Просто 100 рублей достанешь из кармана и просто подари. А 100 ждать здесь всегда, знаете, ну... Вот проще всего. Вот магнитик. Короче, ребят, вот такой в Калининграде немецкий. Берите. Очень вкусный. Продается в специализированных магазинах. Дом... Как он называется, Паш? Мы сегодня брали. Марципановые домики, что ли, так и называются. Так что вот... Видите, как светло в Калининграде. Белые ночи. И вот так вот. Некоторые блогеры вот так вот снимают. Они ходят... Есть такая блогер... Судмуртия. И она снимает видосы. Вот снимает. Она вот так вот идет. И у нее вот так вот блоги. Она... Ребят, я уже вся устала. Здесь вот улица Ленинградская. Здесь улица Кирова. Здесь улица Победы. Вот мы с вами идем. Но ничего, скоро я куплю там что-то. Я вот так вот разговариваю. Все понимаю, что можно снимать. И каждый может снимать все, что хочет. Ну, хотя бы чуть-чуть для зрителей стараться нужно. Не качать вот так вот ничего. Потому что мы смотрим со стороны. И уже вот блетно-рвотный рефлекс. О том, что ты просто хочешь, ну, вырвать. Потому что ты, ну, реально... Ну, когда качается камера. Когда понятно, ты идешь. Это одна история. А когда ты... Другая история. Это, ну... Другая история, когда ты понимаешь... Ну, и... Ну, не то, что специально ты делаешь. А то, что ты не делаешь никаких возможностей не записывать нормально видео. Здесь не повлияет ничего, если ты сама не смотришь в камеру. Ну, кстати, вот такие блоги, их записывают реально очень много. И очень много таких людей смотрят. Эти блоги продвигаются в интернете. Вечерний такой у нас с вами прогулка. Я, кстати, хотел снять совсем немного. Уже получился практически целый влог. В общем, вот... Вечерний остров Канта. Это не реклама. Но самый вкусный... Самый вкусный марципан. Это, как у Петросяна, шпингалет. Вот. Вот этот самый вкусный марципан, ребята. Это самый вкусный немецкий марципан. Хотя местные жители говорят, что самый вкусный... Это, естественно, калининградский. На острове Канта вообще нельзя ездить. И здесь ремонт идет, вы не проедете здесь. Смотрите, чтобы вас не оштрафовали. А самокаты есть? Ну, на самом деле штрафы большие здесь, да. В том году еще можно было ездить на Канте, а сейчас нет. Только по той стороне можно ездить, а здесь нет. Да. Ну, это ваше право. А здесь сейчас ремонт, что с этой стороны, что с той стороны идет ремонт, вы не покатаетесь. Этически коренной житель посоветовал. Ребята, ну, сейчас им еще и штраф прилетит за то, что они здесь катаются там, где нельзя. А самокаты, говорит, стоят. Ну, что делать? Много что где стоит. Там, где бассейн. Там, там, задом, ем. Там, там, мы поедем. Мы поедем на берегу, по его, по бегать. Красота острова Канта. Медовый мост. Сидишь и думаешь, как же не хочется отсюда уходить. Но, ребята, но. Будьте готовы, что все эти кафешки, учреждения, которые находятся прямо в самом центре исторического места Калининграда, закроют вечера. И сейчас мы идем и говорим то, что, о том, как так может быть. И туристы, которые находятся здесь рядышком с Медовым мостом, говорят, все закрыто. Люди, если сидят в кафе, то уже заказы не принимаются. Люди доедают и уходят. Ребят, я, конечно, все прекрасно понимаю, но это центр города исторический. И это культурный, как минимум, да, и туристический центр. Куда люди стекаются, приезжающие. И закрывается все в 9 часов вечера. По-моему, это какой-то мувитон. В 9 часов вечера все закрывается. Мы хотели даже рогали купить. Они говорят, мы закрыты. Я говорю, как закрыты? 5 минут десятого. В 9 часов вечера сезон. Лето. До 9 все работает. Странно. Поэтому будьте готовы, что не только алкоголь, я сказал, но и даже еда. И все кафешки работают до 9 часов вечера в центре. Почему? Вопрос, наверное, к губернатору Калининграда. Странно. Хотя бы в сезон в летний. Можно же продлевать для туристов время для отдыха. Видите? Сесть уже нельзя. Просто посидеть. Потому что все, до 9. Работают до последнего клиента. Но если вы зашли туда без 5-9, вы еще сможете что-то заказать. А если вы зайдете в 1 минуту десятого, уже все. До свидания, до завтра. Причем алкоголь начнут продавать только в 11 часов утра на следующий день. Причем алкоголь. Причем алкоголь. Причем алкоголь. Причем алкоголь. Причем алкоголь. Причем алкоголь. Причем алкоголь.